приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как восстановить загрузку операционной системе cisco и us для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux profession института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру эти специалистам повысить свою квалификацию повысить свою экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры ну и вот сегодня мы повышаем вашу квалификацию с помощью мастер-класса мастер-классы это новый формат обучения основанный на принципе learning by doing обучение на практике или практическое обучение соответственно коллеги я буду все показывать рассказывать демонстрировать объяснять ну а ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся те самые знания умения и навыки которые вы сможете продать своему работодателю ну или поменять работу повысить свою заработную плату ну и как результат вообще улучшить жизнь и так давайте начинать что важно коллеги то что бывает такое что случайно вы удалили собственно ios или отформатировали флешку на вашем маршрутизаторе или коммутаторе такое тоже бывает особенно когда делаешь рейс стартап конфиг или вот этот вот стартап конфиг пишешь с ошибками и вас предлагает отформатировать всю флешку обычно люди не очень читают что там она предлагает нажимают yes и как и результат вся флешка весь полностью коммутатор или маршрутизатор форматируется как и результат устройство становится нерабочим возникает вопрос как это дело все восстановить ну и вот сегодня я вам это дело все покажу и продемонстрирую и так поехали значит если вы видите вот такую вот надпись роман это значит что вы попали в режим романа в урезанную версию иоса ну или в народе это называет загрузчиком или биоса собственно что здесь видно can not determinate first executable file name он девайс да то есть непонятно с какого какой файл загружать с флешки да с флешки собственно получается что мой маршрутизатор загрузиться не может то есть если вы видите вот у себя такие или похожие надписи это означает что у вас проблема что вы собственно отформатировали вашу флешку ну или вот пример с коммутатором значит что здесь написано error loading да 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 вот . bin да то есть файлы to boot вот собственно все да то есть ошибка ну и видно опять таки загрузчика или иос или урезанный этот роман монитор да то есть вот такая вот собственно картина маслом соответственно что это означает это означает что нужно восстанавливать иос чем не нравится вообще устройство циска тем что превратить их в кирпич крайне тяжело соответственно даже если вы что-то и отформатировали что-то там удалили то в любом случае есть урезанная версия иоса роман монитор загрузчик или bios и вот как раз в этом вот режиме вы можете все восстановить так вот коллеги чтобы легче вам все это дело восстанавливалась я специально для вас написал статью в нашем блоге ссылку на эту статью вы найдете под этим видео ну или в чате и так поехали собственно перед вами команды которые необходимо ввести для того чтобы выполнить вот эту самую восстановление начнем с маршрутизатора и так вот эти команды я аккуратненько скопирую и вставлю в блокнот почему блокнот для того чтобы не копировались не печатаемые символы ну и собственно чтобы потом все работало и так вводим команды по очереди айпи адрес задаем айпи адрес на вашем маршрутизаторы этот айпи адрес должен быть свободный и собственно не занятый следующая команда это задаем маску под сети маску под 73 так задали следующая команда коллеги указываем шлюз по умолчанию шлюз по умолчанию в вашей сети так следующая команда указываем айпи адрес тфтп сервера то есть во сети должен быть тфтп сервер на котором будет лежать вот этот вот ваш ios так это скопировали дальше указываем какой файл нужно скопировать степь тп сервера какой конкретно образ операционной системы cisco и вас нужно будет загрузить это собственно вот таких вот пять важных параметров которые необходимо задать ну и последняя команда tftp днлт собственно выполнит вот это вот копирование степь тп значит если вы задали все правильно то вы должны увидеть вот такую вот картинку вот с теми параметрами которые вы будете использовать что важно коллеги то что для того чтобы сеть работала то необходимо включить патч корт в гигабит ethernet 00 ну вот этот порт собственно указан да если может быть у вас fast ethernet 00 или там 10 гигабит ethernet ну и так дальше то есть смысл такой что посмотрите какой у вас здесь порт в какой порт должен быть включен этот битая пара чтобы выполнить вот это дело вот это вот самое копирование значит если тут все ок то нажимаем yes и собственно дальше начинает копироваться все это дело значит что важно пока копирование выполняется давайте быстренько еще поговорим о таких вещах как тфтп сервер значит что важно коллеги вашей сети всегда должен быть тфтп сервер потому что с него можно делать резервирование вот или восстановление и на него можно делать резервирование как сам их самой операционной системе cisco и остаки файлов конфигурации соответственно стартап конфиг ранен конфиг это все можно бэкапить на ваш тфтп сервер какой тфтп сервер лучше всего использовать я пользуюсь тфтп сервером под линукс под линукс этот тфтп hpa вот если вы под винтовзом то я вам рекомендую тфтп 32 ну или тфтп 64 тоже весьма неплохо работает на самом деле тфтп достаточно такая глючная тема их много и они в основном глючны но из проверенных это то что надежно работает и никаких проблем не вызывает собственно вы видите то что иус имидж лод тест прошел успешно да собственно все это валидейтинг чек сам собственно все скопировалась проверилась и мы видим что пожалуйста теперь мы можем уже выполнить запуск маршрутизатора значит что мы делаем дальше мы перегружаем его пишем reset нажимаю enter ну и собственно перезагрузка должна уже выполнится и загрузимся уже с флешки вот с конкретно вот этого иоса который мы собственно скопировали ну а теперь коллеги пока перегружается наш маршрутизатор теперь давайте поговорим про иус и собственно где брать этот самый иус значит коллеги и ос нужно брать только на официальном сайте cisco ком вот соответственно только оттуда скачивать и себе устанавливать почему ну вот расскажу такую интересную историю в 2015 году какие-то хакеры скачали и выложили на торрент 90 гигабайт этих самых разных иусов ну а наши дураки подумали о как хорошо что бесплатно все выложили давай-ка я себе это все установлю и как результат по устанавливали себе эти пиратские иосы но они не просто пиратские дело в том что хакеры в эти иосы встроили бэкдор там строили собственно вот всякие ботнеты и как результат все эти маршрутизаторы коммутаторы превратились целую большую ботнет сеть как результат собственники этих маршрутизаторов и коммутаторов даже не знали что с их устройств происходит атака происходит куда-то там вот атака да и собственно вот такая вот интересная история собственно эти иосы до сих пор ходят по интернету вот вы их можете наверняка тоже скачать но еще раз коллеги это плохо для вас закончится поэтому иосы нужно брать только на официальном сайте и так self decompression the image видим что окей собственно маршрутизатор уже распаковал иос ну и собственно выполняется загрузка и тестирование маршрутизатор успешно загрузился ну и предлагает не войти в автоконфигурацию я здесь нажму ноу ну и собственно давайте посмотрим что там конкретно у нас загрузилась давайте это дело все проверим тогда маршрутизатор еще догружается загружается так так тут интерфейсы поднимаются и так поехали значит enable смотрим шоу version и посмотрим что у нас за ее загрузился и откуда видим system image файла из и что самое главное коллеги загрузились мы с флешки вот такой вот важный момент то есть мы на флешку скопировали из флешки загрузились ну и дальше шоу флэш флэш до что там у меня значит флэш флэш значит еще раз флэш флэш так еще раз шоу флэш видим вот пожалуйста мой и вот здесь скопировался и все нормально таким образом коллеги мы и us успешно восстановили на маршрутизаторы таким образом с маршрутизатором все приступаем поехали дальше дальше посмотрим как это дело все восстанавливается на коммутаторы значит что важно на коммутаторы мы восстановление будем уже делать с помощью консольного кабеля да то есть консольный кабель вот он у меня то есть никаких tftp здесь уже не будет а для этого нужно будет использовать программу эмуляции терминала и собственно протокол x модем x модем значит так поехали значит вот я вернулся на свой коммутатор первое что необходимо сделать это инициализировать флэшку для этого нужно сделать flash и нет так поехали значит следующий шаг это нужно сделать лод хелпер значит что важно то что команда лод хелпер работает не на всех коммутаторов на l2 она работает а вот у меня коммутатор l3 видите она у меня не работает вот но на l2 у вас будет работать итак следующая команда это копий x модем да 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 собственно это мы будем выполнять копирование с использованием протокола x модем через этот кабель на флешку что важно коллеги то что протокол x модем вообще передача файлов в программе иммунализации терминала есть вообще не не везде ну например в пути такой функции нету поэтому на самом деле я подключился к линуксу и на линуксе у меня установлен программа мини ком мини ком до контру а z вот видите это вот у меня мини ком и я пользуюсь собственно мини комом для передачи файлов если вас windows вы скажете что тогда честно не знаю дело в том что передача x модем был доступен когда-то в гипер терминале сейчас если мне память не изменяет windows 10 windows 11 никаких гипер терминалов уже давным-давно нету поэтому может быть вы знаете чем можно сделать x модем под виндовзом то напишите в комментариях под этим видео ну или чем вы пользуетесь под виндовзом я пользуюсь мини комом то есть у меня линукс к линуксу то есть отдельно сервер до к нему подключен вот этот вот консольный кабель на нем стоит мини ком и с мини комом я это дело все передаю и так собственно давайте посмотрим дальше значит следующее мы вводим команду копе x модем флэш и собственно дальше мы запустим передачу на самом мини коме так еще раз так 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 все у меня глюкануло еще раз нажимаем копировать нажимаем enter и собственно коммутатор ждет передачу файла по x модема как это сделать control а z появляется вот такое вот меню здесь находим send файл для это нужно нажать кнопку с дальше здесь выбираем x модем x модем появляются вот файлы в моей папке и я здесь выбираю мой иус у меня это 3560 да 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 пробелом выбираем и нажимаем enter и и собственно коллеги мы видите вы видите что началась передача данных по протоколу x модем что важно настройки порта коллеги по умолчанию я ничего здесь не менял 9600 бит в секунду 8 бит один стоповый как обычно вот поэтому скорость передачи на самом деле небольшая то есть вот это вот передача по x модем и может занять у вас несколько часов все зависит от конкретной от конкретного размера этого самого иоса поэтому что нужно делать просто банально ждать вы скажете можно же увеличить скорость работы порта до коллеги можно но не на всех коммутаторах это работает корректно то есть вот например на коммутаторах 3560 если увеличить скорость то назад она не уменьшается и как результат что делать по гарантии просто сдавать эти коммутаторы в циска да то есть вот вот такие вот всякие там нюансы бывают поэтому еще раз 9600 оставляем по умолчанию чтобы не было никаких проблем и это дело вот так вот все отправляется таким образом здесь просто нужно ждать пока все передастся и так у меня все закачалось успешно ну и дальше осталось запустить загрузить и ос на загрузку для это пишем бут и собственно так и ос не нашелся так restart о по пошел да вы скажете почему первый раз не нашелся дело в том что до этого и слежал в папке вот ну а сейчас он запускается уже без папки то есть непосредственно на флешке собственно вот ее загружается вот такой вот принцип этого дела здесь необходимо ждать пока все это дело загрузится коммутатор загрузился давайте проверим что мы имеем так и не был шоу version так что у нас здесь значит вот пожалуйста мы видим то что мы загрузились с флешки с флешки и собственно наш иос находится непосредственно в корневой папке дальше шоу flash давайте проверим что у нас на флешке ну вот пожалуйста на флешке наш иос доступен следующий этап коллеги вы скажете это же да прекрасно классно коммутатор восстановили но коллеги бывают такие ситуации что на коммутаторе вас может быть веб-интерфейс соответственно возникает вопрос как восстановить веб-интерфейс дело в том что веб-интерфейс сам по себе находится в файле тар таргзы и соответственно там много много файликов html картинки всякие джаваскрипты и так дальше то есть необходимо следующий этап восстановить полностью флешку дат чтобы можно было управлять коммутатором с помощью веб-интерфейса для этого необходимо настроить сеть и так поехали переходим в режим глобальной конфигурации открываем интерфейс вилан 1 и назначаем на нем айпи адрес для это пишем айпи адрес 192 168 168 29.56 например нас вашей сети маску под сети задаем вот так дальше включаем интерфейс но уж это он и собственно все теперь у меня сеть должна заработать так сеть у меня заработала следующий этап коллеги для копирования да давайте флешку очистим дело в том что но у меня здесь флешка видите здесь может быть у вас разный мусор для того чтобы точно да то есть в веб-интерфейс там много-много всяких файлов вдруг что-то там останется до будут какие-то глюки и так дальше поэтому перед вообще распаковкой веб-интерфейса я бы полностью очистил флешку флешка очищается просто рейс рейс флэш рэс флэш ну или формат флэш если рейс не работает да на разных устройствах по разному здесь нажимаем enter и собственно ждем пока выполнится форматирование флешки и так флешка отформатирована и последнее что нам осталось это скопировать вот такую вот команду арчив тар экстракт и собственно дальше указываем кого что и куда значит копироваться это все будет по протоколу тфтп поэтому нами нужна собственно была сеть и так нажимаем enter собственно так и смотрим как у нас это дело все начинается так создалась папочка вот помните у нас там и вот лежал в папочке 3560 вот она у меня создалась вот ну и теперь начинается передача всех файлов там их достаточно много это и html файлики и всякие картиночки jpg и собственно джава скриптики ну и здесь необходимо ждать так идет распаковка нашего архива ну и вот вы видите здесь распаковываются всякие html ки jpg джава скрипты ну и здесь коллеги необходимо ждать пока это дело все распакуется итак распаковалась все успешно давайте проверим для этого пишем show flash вот и смотрим что у нас там на флешке ну вот пожалуйста на флешке появился появилась папка ну и собственно в этой папке как раз находится вот этот самый веб-интерфейс как его активировать коллеги для этого нужно настроить сссс, вот как обычно да и написать команду айпи http enable ну и после этого вы сможете смотреть как крутятся вентиляторы в связи говорится можно смотреть вечно на то как горит огонь бежит вода ну и в циско крутятся вентиляторы вот такая вот интересная штука и так коллеги собственно веб-интерфейс мы установили давайте подытожим что мы с вами сегодня по сути научились первое главное это восстанавливать ios на маржу тизатор для этого нам понадобилось в roman мониторе ввести настройки сети ввести настройки образа имя образа да и собственно ввести команду для скачивания на коммутаторе немножко сложнее для этого надо было использовать собственно x-modem и программу эмуляции терминала для передачи по протоколу x-modem если вы знаете какая программа под windows работает с x-modem пожалуйста напишите ну а я собственно пользовался мини комом мне кажется это одна из самых лучших программ для передачи по x-modem ну и вообще для работы с терминалами ну и последний момент это восстановление веб-интерфейса веб-интерфейс штука весьма классно потому что позволяет наблюдать за вашим коммутатором при этом не надо идти в серверную и смотреть физически на ваши порты над светодиоды которые там светятся да то есть если надо сразу смотреть за всем то веб-интерфейсе за всеми портами да это весьма удобно смотреть и как бы прикольно да как по мне вот такая вот интересная штука собственно коллеги кому понравился этот мастер-класс если он для вас был полезным оцените пожалуйста его лайком ну и подписывайтесь на наш youtube канал где мы выкладываем вот такие вот полезные видео по вашим заявкам собственно все наши мастер-класс они по вашим заявкам поэтому может быть вас что-то не получается или вы хотели бы чтобы я это сделал то пожалуйста пишите тему для будущих мастер-классов ну и я с удовольствием для вас это дело все проделаю и все это дело расскажу ну а если вам интересна тема линукса сетей кибербезопасности и программирования то я вас приглашаю к нам на курсы пожалуйста подавайте заявочки на курсах вы сможете систематизировать ваши знания получить международные сертификаты ну и что важно мы помогаем с трудоустройством большие международные компании поэтому добро пожаловать но на этом собственно коллеги все если у вас есть какие-либо вопросы то пожалуйста пишите в комментариях я с удовольствием отвечу мир дому вашему ассалам алейкум берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните что сила в единстве ну на этом все до свидания